Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Причина, почему я снимаю это видео заключается в том, что я должен предупредить вас об XRP. Мы находимся в критической точке, когда решается судьба этого актива. В конце этого видео я расскажу о негативном сценарии развития событий. Но начну с того, что думаю лично я. Биткоин на исторических пиках, эфириум на пиках. Все эти альткоины дают сотни процентов за сутки. Кстати, около недели назад я купил йоты, а она выросла на 126%. Вот это я удачно влетел. Многие криптовалюты из тех, что я рекомендовал у себя в группе и даже на ютуб канале растут. Очевидно мы находимся в хорошем таком булране. Это видный по новостям. Биткоин ETF впервые запущен в Канаде. Apple Pay с этого дня поддерживает биткоин транзакции. Это я выделяю жирным шрифтом. Apple Pay может оплачивать в биткоинах. Да, 2021 год это год удивлений. MasterCard тоже заскакивает в этот поезд. Tesla добавляет биткоины в свои балансы. И наконец ходят слухи, что Apple станет следующей компанией, которая сделает то же самое. Друзья, мы можем достичь цен куда выше, чем сейчас. И это значит только то, что время XRP еще не наступило, и ты поймешь, что я имею ввиду, когда досмотришь это видео. Но вот когда оно наступит, ты не представляешь, что случится. Мы всегда говорили, XRP это та криптовалюта, которая растет в числе последних во время глобального буллрана. Но также мы говорили о том, что когда XRP начинает движение, он движется быстрее всех остальных. Вот что пишет Кин Соломан, известный XRP аналитик. Все люди, называвшие вас идиотом за то, что вы вкладываетесь в этот рынок, теперь втайне думают, что вы гений и завидуют вам. Когда они начинают на полном серьезе спрашивать вас, как покупать криптовалюту, время подумать о том, что пора продавать. Разумные слова. Если ты сделал X на биткоине, эфириуме или других криптовалютах, не забудь частично зафиксироваться. Это то, что делаю я. Я не только гарантированно ничего не теряю, когда частично фиксирую прибыль, но и имею совершенно безопасный билет на поезд, если он поедет еще выше. Это простая истина, которая сделает твое присутствие на рынке максимально безопасным и нерискованным. Мы стараемся купить пониже и продать повыше. Так было всегда. И теперь, Ripple XRP находится внизу, а биткоин вверху. XRP на фоне остальных находится совсем низко, но только лишь по одной единственной причине. Из-за этого судебного иска SEC. Я уверен, если бы не это, XRP стоил бы уже доллар, или может быть даже два. Легко. Но та администрация, которая все это начала, уже ушла почти сразу же после подачи иска. Теперь цена Ripple XRP, несмотря ни на что, снова доросла до отметок, которые были перед подачей этого иска. 60 центов. И в этот момент я хочу сделать бычий прогноз. Ripple выиграет суд. Честно скажу, я в этом не уверен до конца, но я этого хочу. Почему я предполагаю, предполагаю, что Ripple таки выиграет? Потому что есть целый ряд регуляторов из стран, которые не согласны с SEC. Которые называют Ripple цифровым активом или цифровой валютой. В мире существует только один регулятор, который вышел из ряда вон. Это комиссия по ценным бумагам и биржам США. В одиночестве она бьется за неизвестно что. Дело высосано из пальца. Почему целых 8 лет комиссия отмалчивалась и только сейчас решила лаять. Это полнейший бред, как по мне. Брайан Брукс, как я показывал в одном из своих видео, сказал, что дело закончится регулированием и это произойдет быстро. Давай я еще раз покажу этот видеоотрывок. Поэтому давайте я сделаю быстрый прогноз. Все должно закончиться регулированием. И это регулирование должно позволить существующим холдерам Ripple торговать им и находить необходимую им ценность в нем. Крис Джан Карло, бывший председатель комиссии по торговле товарными фьючерсами США и один из руководителей проекта «Цифровой доллар», сказал, что XRP не является ценной бумагой. Великобритания сказала, что XRP это цифровой актив. Япония добавила, что XRP это не ценная бумага, а цифровая валюта. Все эти вещи имеют большой вес и на фоне этих вещей, происходящие в США, кажется мне абсолютно смешным. Многие аналитики говорят, что пробитие 60 центов для Ripple XRP означает полет на Луну дальше. Однако я в этом не уверен. Я вижу совершенно другие цели для XRP. Существует сильнейшая точка сопротивления для Ripple XRP, которую мы не можем преодолеть уже 3 года, если не больше. И если мы пробьем ее, вот тогда я скажу. Да, XRP двигается к 1 доллару. И эта точка находится в диапазоне от 75 до 82 центов. Сейчас я скажу то, что тебе нужно знать. Иногда самые простые паттерны и анализ это все, что тебе нужно. И я верю, что это тот сценарий, что сейчас разыгрывается. И если это так, то Ripple XRP находится в критическом моменте, когда решается, взорвется ли он до 1, 2, 3, 4 долларов или же нет. Если мы пролетим через диапазон от 75 до 82 центов, то дальше сопротивления практически нет на долгосрочном графике. И если бы не этот судебный иск, мы бы уже давно увидели 1 доллар или даже 2 доллара за XRP. Но сейчас мы находимся здесь, до сих пор на этих отметках, которые являются достаточно хорошими, если захочется купить XRP. Я хочу дать тебе еще один шанс задуматься. Мы знаем, что B&E Mellon недавно заявил о том, что вскоре будет предлагать биткоин-сервисы своим клиентам. И это означает большую поддержку криптовалютам со стороны ключевого банка в существующей финансовой системе. И я не могу с этим не согласиться. Однако, что тебе нужно знать? Биткоин это как ключевое слово, обобщенное слово, если речь идет о криптовалюте. Все знают, что такое биткоин. Именно поэтому, когда они говорят биткоин, они подразумевают и всю остальную криптовалюту тоже. Я нашел эту статью в Форбсе от февраля 2018 года, то есть 3 года назад. Она показалась мне интересной в свете последних заявлений от банка B&E Mellon. Криптовалютное состояние нового наследника B&E Mellon почти миллиард долларов в Ripple XRP. Думаешь, этого достаточно, чтобы задуматься? Но дальше еще больше. Дело в том, что банк B&E Mellon и Ripple уже давно тусуются вместе. Очень, очень давно. С 2016 года банк B&E Mellon является партнером Ripple. Они работают вместе над тем, чтобы изменить мир платежей. Как говорится, создать их заново. Крупнейший банк мира и Ripple вместе. Они делают это, пока никто не понимает, что происходит, отвлекаясь на шумный рост биткоина. Никто не понимает. И поэтому ненавидит. Я просто показал связи между доминошками, осталось дождаться, когда они упадут. И, наконец, я хочу закончить тем, чем обещал. Негативным сценарием для Ripple XRP. Он от мистера Level Up. Достаточно уважаемого трейдера, который прямо сейчас в шорте XRP. Как мы видим, судя по его анализу, Ripple XRP намерен упасть до 10 центов от этого момента. Это падение в 6 раз. Больно и страшно. Если это случится, я не поделюсь этим с тобой, то я буду чувствовать себя виноватым. Потому что я хочу, чтобы ты был предупрежден наперед. Я лично думаю, учитывая все рыночные условия, что такого случиться не должно. Но, даже если случится, мне наплевать. Я буду держать до конца. До любого конца, прямо сейчас, я не собираюсь покупать XRP. Для того, чтобы у меня были хотя бы какие-то деньги, в случае, если этот сценарий действительно отыграет. И Ripple упадет до 10 центов. Я не говорю, что это случится. Но, если это случится, то я собираюсь купить его за 10 центов. И, в завершение, я хочу сказать. Пока многие ехидно болеют за наш провал, мы добиваемся большого успеха. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Ставь лайк, если видео тебе понравилось. Это помогает каналу расти, а меня мотивирует на создание новых видео. Также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно. Богатей. До скорого. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться.